Здравствуйте, друзья! Всякий, как сказать, как у нас говорят, reasonable prudent человек, значит, скажет, это какая-то фигня. Вот что это за фигня? Алексей принес вот и говорит, я вам такую фигню сейчас принесу. Она даже с философским немножко смыслом. Вот точно так же, как Михаил освещает дорогу вновь прибывшим инженером и не только, и вообще многим кому, так же вот этот прибор будет освещать Михаила и его гостей. То есть это прибор по освещению? Это прибор по освещению. Что это вот такая длинная коробка? Что это? Ну, я думаю, что это стоечка. Мы бы могли, конечно, сейчас бы все рассказать. А у нас есть какая-то общая картинка, как это выглядит в момент, когда все собрано? Ну, давайте посмотрим. Значит, это лампочки. То есть самое простое, что можно сказать, это лампочки флуоресцентные. Так, это, а, это видно на коробочке. Это такой чехольчик. Там лампочка внутрь, лампочка не греется, правильно? Она холодная. А это чтобы, значит, не слепило. Это вот чтобы, значит, мягкий свет. Мягкий свет, понятно. Ну, и плюс он хорошо выравнивает температуру света. Понял, очень хорошо. А у меня еще вот тут какая-то чехол. Явно для переноски, когда коробки больше не будет. Нет, их два. Здесь две стойки. Да, видно вторую стойку. Так, а вот это что за? Вот это что это? Давайте ее откроем. Вот это есть сокет для лампочек. Давайте посмотрим. Что это за сокет такой? Так. Давайте вытащим, что мы будем. Давайте его принимать. Ну, в общем-то, видно, это такая фигня на четыре лампочки. Да. Ну-ка, а той стороной что там? Там есть что-нибудь с той стороны? Ну, есть переключатель, то есть отдельно можно. Тут ручка. Это ручка, это чтобы крутить во все стороны, там, на насадке. Да, да, тут целый агрегат. Вот. Давайте видим из пакета. Оно отсвечивает. Вот у меня есть открывалка вот тут. О, вот сюда. Вот открывалка. А, без нажара. Окей. Пошлись без крови. Да, ну-ка. Это видно? Так, с той стороны, вот она. Вот сюда на предохранитель, и он может, то есть, частично включаться, частично включаться. О-о-о, сильная вещь. Сильная вещь. У меня тоже такая есть флуоресцентная, только она там как-то матовым стеклом такое покрыта, и вот у меня есть дома, я держу. О, я не знал, что у вас есть. Ну, конечно, мы на всех, на всех, да, мы на всех наших видео, там, где мы делаем, знаете что, там, где мы с ютюбом работаем, и там, где мы, трансляцию делаем, и там, где мы делаем перископ. И у меня там для освещения стоят такие штучки, их видно. Ну, вот у вас другая какая-то ощущения. Ну, в этом офисе у меня нет. В этом офисе мы страдаем от отсутствия света. Да. А вы чего вдруг принесли эту штучку? Ну, у меня большое событие, я нашел фулл-тайм позицию, точнее, она меня нашла. Вы были контрактором в... В экспеди. В экспеди. Да. Ну, и... А теперь, где будет, или это секрет? Да не секрет, компания Citrix. Мы наблюдаем, друзья, как тут у нас идет сборка в коридоре. Так, если вы еще не знаете у нас... Сергей, вас знают наши зрители? Наверное, нет. Нет. Давайте я вам Сергея покажу. Какой кудрявый. Вы какого роста вообще? Метра два, что ли? Метр девяносто пять. О, какой. Да, друзья, я перехожу на второе место по росту в нашем офисе со своими жалкими 186 сантиметрами. Но это тоже немало. Ну, я же не говорю, что мало. Вот. Из Киева приехал, да? Да. Как там? Давно из Киева-то? С прошлого лета здесь. Да вы что? С июня, с конца июня месяца. Да. То есть Сергей у нас администратором. Правильно вы? Да, все правильно. Сложная ли у нас работа, скажите? Или так, в чем вызов времени? Ну, так тяжело сказать. Сложная или легкая. Все зависит от того, от компетенции. Как относиться к делу. А тут бывает легкая-легкая, а тут придет человек и так усложнит. Ну, а бывает наоборот. Бывает наоборот, да. Да, это тоже бывает. Так. Значит, смотрите, тут какие-то рамочки. Вот она вот сюда, сюда вот эту тряпочку втыкается. А, это еще в процессе. Это в процессе. То есть, а я-то думал, что это... Здесь еще сверху закрыто. Для переноски чехол. А это, оказывается, зеркальные такие поверхности. Ну, не совсем зеркальные, но отражающие. В финале должна быть вот такая. Вообще здоровенная доранда. Это прямо какое-то профессиональное оборудование. Даже, не знаю, как-то нам не почину. Там прям такое ощущение. А так всегда. Сначала вроде кажется, что сильно профессионально. Да. А потом говоришь, господи, покажите мне этих профессионалов. Да, это правда. Думаешь, я уже и сам могу. Уже могу и без освещения. Могу во время съемки чихнуть и кнуть. Я извиняюсь, воду спустить в туалете. Да. А people have it. Правильно? Вот так, что многие блогеры, они так прямо вот и, понимаешь, упрощаются. А мы же боремся за качество, за планеты. Мы боремся. Мы боремся. Но в этой борьбе не надо, знаете, это идти до Берлина обязательно. Вот. Может быть, так где-то остановиться и сказать, вот тут разобьем лагерь временно. Вот уже тут одна загорелась, засветилась. Там два выключателя, значит, да? Один, да, и другой. Вот сейчас наденут на него эту простыню светорассеивающую. Так. А вот там почему-то одна ломочка, мне кажется, ярче светит, нет? А она сейчас разгорится. Просто позже. Видно, как разгорается. А, все-таки загорелась. Тут у нас такая проблема же с этими патронами, что как-то не дозагоралась. Сейчас раскалится она. Хорошо. Ну что же, друзья, можно считать, что этот процесс сборки завершен. И вот, наконец, друзья, светлый образ нашего офиса, канала «Голос Силиконовой долины», она же кремниевая. Вот наш светлый образ будет теперь подсвечиваться вот этими милыми устройствами. Если бы каждый человек, который находит работу, приносил что-то в офис, мы бы уже не смогли тут работать. Хорошо, что это так редко бывает, в общем-то. Вот так вот. Что же? Метка, но метка. Метка, ой, метка. Так что, Алексею, спасибо. Вот я это светлое пятно оставляю, значит, как последний кадр нашего сюжета сегодняшнего. Спасибо.